Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Возможности как таковой не было бриться постоянно, но и неудобно в походе, и она начала отрастать. Ну так в принципе уже с ней или 7 или 8 лет и хожу. Она растет, ну и пусть растет. Я прикинул, что у меня с бородой реально поярче будет, чем лицо 16-летнего юнца. И это в принципе не просто, а как бы растительность на лице, что-нибудь аксессуар, это стиль жизни. Кому-то очень нравится, а кто-то вообще не понимает, как можно ее носить, в ней же жарко, целоваться неудобно. В любом случае раздражение какое-то есть, поцелуев там, вот, это есть. Но каждая девушка может и до этого поцелу. Есть те, которые говорят, это круто, да, потрогай. Некоторые боятся дотронуться, а что если дотронуться, такое создается впечатление, что, наверное, истерика начнется. Без них нас жены не будут. Не. Сейчас проще, потому что порода вошла в тренд. Все девушки, не знаю, но конкретно моей девушке это нравится. Если мне нравилось, я бы не носил ее. Я сказал, что я не буду сбривать бороду из принца. Мне нравится с ней ходить. Топ-3 вопроса, которые я слышу. Летом не жарко, не чешется и как долго растил. На самом деле нет. Нет, а вообще вот зимой согревает, а летом как бы просто не дает влаги уходить, скажем так. То есть не дегидрируется организм. Это как шины на автомобиле. Сейчас у меня вариант ледя. Вариант зимний у меня, конечно, более окладистый, более домашний, совершенно более теплый. Регулярно ходить в салон, ровняться, чиститься, каждое утро мыть, ухаживать, улаживать маслом, расчесывать. То есть это как маленькое животное домашнее у тебя на лице, скажем так. Когда пошел все-таки в парикмахерскую, и когда меня посмотрели и спросили, где ты ее стрижешь, я сказал, в ванной. Особо я не стираю никакое масло, ничего не ем для этого. По генофонду. Просто против волос вычесал, потом зачесал, так оно более-менее упадало смертно. Интересные истории. Они случаются, наверное, чуть ли не каждый день. Просто идя по улицам, подходят с фразами, с вопросами. Бородач, хаттабыч, она волшебная. Если бы в нашей стране это было немного продвинуть, скажем так, как в остальных, то люди бы не спрашивали так часто и не удивлялись бы этому. В этом ничего, мне кажется, страшного нет. Это просто самовыражение. Субтитры сделал DimaTorzok